Добрый день, сегодня unboxing и у нас собралась компания из кубиков под брендом Valk, Valk 2M, Valk 3M, Valk 3 Power M и написано The Valk, нарисован 4х4, вот здесь вот есть надпись Valk 4M, вот так оно все красиво выглядит. Коробочка примерно такая же как для двушки Valk 2M, мне тут случайно нашлось, если вспомнить что там было внутри, тряпочка, сменные пружинки, куча макулатуре, посмотрим что здесь, кубик то я повращал, но комплектацию не рассмотрел еще, если вспоминать Valk 3M, то упаковочка была слегка другая. Сама вот эта коробочка была запаяна в полиэтилен, мы это снимаем, достаем есть кубик, бокс, вот такой вот от двушки, бокс. У Valk 3M была бедная комплектация, там никаких боксов ничего не было. Бокс, естественно, крупнее, поскольку он под четверку. Вот так здесь двушка будет смотреться, вот так четверка. В боксе кубик, и запасные пружинки. Скорее всего они другой жесткости, либо просто запасные, пока не знаю. Как-нибудь потом проверю. В коробочке, есть еще такой вот коробок, в котором, первый раз скрываю, посмотрим что будет. Надо же, тряпочка. Надо же, бумажки. Под видео с Valk 3M, я заметил комментарий, спасибо, что пишете. И там ответили на мой вопрос, почему некоторые карточки толстые, а некоторые тонкие. Как мне сказали, что вот эти тонкие, это наклейки. Да, похоже, это действительно наклейки. Ну, возможно, кого-то это обрадует. Здесь получается 4 наклейки. Кубик выпускается помимо цветного пластика, еще в черном. Белый. А, белый тоже есть. У нас еще одна наклейка. А это уже не наклейка. То есть 4 наклейки. Остальные вот такие вот карточки. Вот, Valk. Ну, всякая такая интересная вещь. Ну, и здесь вместо инструкции, такие вот, краткие руководства. Тоже 4. Я сомневаюсь, что тем, кто покупает Valk 4M, эти краткие инструкции будут полезны. Ну, они есть. Все это убираем на место. Вряд ли нам еще раз пригодится. Так, все компактненько здесь сидит. Эргономично. Так, сравнивать наш Valk 4M будем, естественно, с Valk Mini и с лидером Aosu BTS 2M. Ганна у меня нет. Ганна мне не понравился. Поэтому с ним сравнивать не буду. По размеру. Если в Valk 4M была сколько? 60 мм. То Valk. То ли тоже 60? Да. Ну, штангенциркуль показывает тоже 60. Вроде бы так. В отличие от VQE, мы сразу обращаем внимание на то, что внутри неокрашенный пластик. И на угловых элементах появляются рельсы. Я разбирать кубик сам не буду. Картинки приложу, как обычно. Вот здесь вот вроде бы даже видно. Чего я боялся? Я боялся того, что куплю Valk 4M. А это, кажется, VQE, который чуть-чуть доработали. Ну, она может быть так и есть. Но доработали, очевидно, достаточно сильно. Размер одинаковый. Но вращения совершенно разные. Я открутил больше 1000 сборок на кубике VQE mini. И как бы время мое примерно такое же, как и на AUSO. GTS 2. Но что-то он мне как-то вот душа к нему не лечит. То есть не хочется его тренировать. Не хочется. То есть VQE мне особо не понравился. Хотя, как я и говорил, для любителей подобного вращения он отлично зайдет. И многие, наверное, и собирают. И опять же переживал, что куплю Valk. И он будет такой же, как VQE. И я расстроюсь. Первое вращение дали мне понять, что он не такой. Он лучше. Лучше, чем VQE. Но это опять же, на мой взгляд, мне приятнее. Но если опять взять в руки AUSO GTS 2, AUSO вращается гораздо легче и приятнее. Я открутил чуть больше 100 сборок на валке. И с курьером ее привез. И я в тот же день соточку на нем и сделал. В ночь записывать видео не стал. Я решил оставить, немножко обдумать свои впечатления. А все хорошо. В принципе, с кубиком он не идеален. Такое впечатление, что из коробки он сильно расслаблен. Сильно. Возможно, для того, чтобы кому-то понравиться. Сравним с VQE. Кажется, здесь чуть меньше. Сравним с AUSO. Тоже, кажется, чуть меньше. Здесь все-таки побольше. И, возможно, именно из-за этого, за эти 100 сборок, что я вращал валк 4, он меня один раз попнул. Один раз жестоко золокапил, так что пришлось останавливать сборку и вставлять элементы. И один раз флипнулся уголок. Да, на 4, на 4. То есть, если мы возьмем, к примеру, AUSO, то мы при всем желании не флипнем уголок. Мы его, скорее, сломаем. По крайней мере, в моей настройке. Здесь же. Пожалуйста. Как и у GANA. Так он вроде был. В VQE флиплузе гораздо все сложнее. Я, наверное, флипнуть могу, но не буду. Все туго идет. Я ломать не хочу. Не люблю кубик ломать. Некрашенный пластик, возможно, дает какие-то бонусы для скольжения. Кто-то называет его премиум. На самом деле, праймари. Но, скажем так, буду ли я на него переходить с AUSO? Пока не хочется. Пока не хочется. Буду ли я крутить на нем тысячу сборок? Да, буду. И, скорее всего, это будут очень приятные еще 900 сборок. Ну, я, кажется, его, наверное, подзатяну немножечко. Давайте соберем разок и будем как-то подходить к итогам. Вы помните, у постоянных зрителей канала, что когда вышел кубик VRM от Мои, меня он не впечатлил. Я сказал, что он, конечно, неплохой, но не совсем то, что я хотел. Вот на нем я открутил уже полторы тысячи сборок, наверное. Так, время от времени не кручу. Между ним был Valk 3M. Да, вот этот Valk 3M. Который кубик-то, опять же, неплохой, но это просто старый куб, в который вставили магниты. Да, я открутил на нем тысячу, положил, сказал, я молодец, пусть лежит. И вернулся к VRM. И вот как раз там тысяч полторы сборок подошло на VRM, и он мне стал нравиться. Я считаю, что это уже очень хороший кубик. И максимально он похож с кубиком, естественно, GTS 2. Причем вот эти вот ощущения крайних слоев, вращения, очень у них похожи. Если вам нравится GTS 2, вам понравится и VR. А не знаю, что я на компанию мою перекинулся. Ну, просто они действительно сейчас мои любимые кубики. А вот Valk. Valk. Что я тут собирал? Собирал ребра. Хороший. И наверняка любители VQE оценят. Но опять же, его надо чуть-чуть поднастроить. Поднастроить. То есть, из коробки оно не идеально. Я не расстроился, что купил этот куб. Совершенно. Я, скажем так, мог бы обойтись без него. То есть, меня GTS 2 всем устраивало. Ну, просто так что-то захотелось. Купить себе что-то интересное. Лето достаточно скудно на какие-то новинки. Ну, вот. Подвернулся Valk. Купил. Не сильно дорогой. Терпимый. Но, если у вас есть GTS 2. И вас он устраивает. То здесь нет ничего революционного. Совершенно. То есть, что-то такое потрясающее. Ну, здесь отсутствует. Так вот. Все комфортно. То есть, меня сейчас в последнее время больше удивляют какие-то бюджетные кубики. Ну, тот же Mi Long. 4х4. Про него, наверное, будет следующее видео. Может быть. Он как-то за свои деньги удивляет сильнее. Ну, кубик неплохой. Не обязательно для покупки. Возможно, сам Mats Folk будем этим кубиком крутить и радоваться. Но, скорее всего, он будет просто обязан это делать. По контракту, не знаю. Не буду утверждать. Но так. Лучше ли он, чем GTS 2? Ну, пока нет. Пока нет. Конкурент-то способен? Да. Вполне. Так же, как и VQE. Но среди VQE, Mini, M и VQE мне больше нравится VQE. Просто приятнее. Я думаю, он притрется, он будет еще получше. На этих выходных будет чемпионат в Казани. Я, наверное, VQE с собой возьму. Но собирать буду все равно на АОСу. Ну, пока мне приятнее. Там как бы почти спешил будет чемпионат в Казани. Но с трешкой, с четверкой, правда, без пятерки. Ну, и почему я еще купил VQE? Там как-то мелькали какие-то фотографии. Кубика 5х5 от Чиимофанги. Там может быть либо VQE 5. Там может быть либо X-Man. Да. Пятерочка. Не знаю. Вот их я жду. Потому что пятерка сейчас топовая только одна. Аучанг ГТС. Юксин пятерка. Про него видео тоже будет. Little Magic, которая... Он у меня уже давно лежит. Но все, как-то руки до него не доходят. Всякие Ючанг 2М. Шингшоу Мнистер М. Это все-таки средний уровень. Это больше бюджетский. А топовая пятерка у нас только одна. Аучанг ГТСМ. И вот что-то вот от этой фирмы я жду интересное для пятерки. Вот так. Видите? Подрослаблен кубик. Чуть-чуть. Подлокапливает. Подлокапливает. Есть такое слово. А так. Вращается быстро. Ну, в меру моих способностей. Я подкрутил сотку. И сотка, естественно, у меня была хуже, чем на осу. Чуть больше минуты. Я как-то четверку перестал в последнее время тренировать. Ну, как бы сделал АВГ с АБ-1. Где-то в Пензе, кажется. Так и отложил пока. Добился какой-то цели. Пока надо остальные покачать. Там Сквайр тот же. Ну, я думаю, мы в 4х4 еще вернемся. И как раз повод открутить тысячу на этом кубике. Немножко качнем 4х4. Я считаю, что кубик стоит своих денег. Владельцы Вукуя наверняка найдут его интересным. Если вы владеете каким-то бюджетным кубом и выбираете себе топовые, то почему бы и нет. Ну, единственное, вот флип, локап и попы нужно убрать настройкой. И все. Но, опять же, если у вас есть АОСУ, то особого интереса он не вызовет. Как-то вот так. Это были мои первые впечатления от кубика 4х4 ВАУК 4М. Ни в коем случае не претендую на объективность. И то, что это весь такой детальный обзор этой головоломки. Это, опять же, первый взгляд, первые впечатления. Возможно, тех, кто собирает лучше меня, таких людей достаточно выскажут другое мнение. Ну, а это было мое. На этапе монтажа я заметил, что он не рассказал об одной особенности этого кубика, которая, может быть, не так важна, но она есть. Кубик продается в двух версиях. Одна версия с сильными магнитами и одна версия со стандартными магнитами. Различить это на упаковке можно по вот этой записи. Strong Magnet Edition. То есть здесь сильные магниты. Я изначально сомневался, стоит ли покупать с сильными магнитами. Но в итоге не дождался стандартных и купил. Ну, а сейчас думаю, что, наверное, все-таки стандартные стоило подождать. Лучше бы я купил стандартные, здесь чуть-чуть сильноватые. Но, опять же, я думаю, с настройкой и притиркой это изменится. И вот после 100 сборок оно стало вроде бы и комфортно. Так что я даже забыл, что они бывают разные версии. Поэтому первоначально-то и не сказал об этом. Но такая разница есть. И сильные магниты действительно сильные. Это вряд ли можно считать инновацией. То, что в двух версиях запускают кубики 4х4. Просто хотят угодить всем и как можно больше охватить людей. Ну, и как бы больше разнообразия. Это, конечно, еще не ГАН. Здесь капсулы, которые можно там менять. Но я про 3х3. Здесь сила магнитов будет меняться. Или можно купить там кубик за 4000, поставить в него капсулу без магнитов и получить немагнитный кубик. Да, тоже интересная опция. Здесь нет. Здесь просто две версии. Хочешь другие магниты, купи еще один такой же кубик за те же деньги. Но с магнитами послабее. Ну, как-то так. Ну, а на этом теперь точно все. Всем спасибо. Всем пока.